Скажите, почему в Дагестане и Чечне знают Шамиля, а Мухаммада Яракского нет? Может это из-за политики Турции в Кавказе в начале 19 века? Слушайте, те, кто интересуются этой темой, они знают всех действующих лиц Кавказской войны и Мухаммада Яракского и всех остальных. Но те, кто особо не погружались в эту историю, не изучали ее, они, конечно, знают более популярных людей. И, конечно, Имам Шамиль является более популярным, поэтому о нем больше людей знают. И его личность, она, наверное, больше популяризируется сегодня, чем многие другие личности, тоже выдающиеся личности именно периода Кавказской войны или Кавказских войн. Я тоже считаю, что это несправедливо. Я тоже считаю, что гораздо большей популярностью, большим уважением и признанием должен пользоваться Гази Мухаммад Гимринский, например, которого, на мой взгляд, незаслуженно, несправедливо предают забвению. Именно его имени должны были называться улицы, площадя в Чечне, в Дагестане и других республиках, но особенно в Дагестане и в Чечне. Эта личность, она очень, очень ключевая она для нас. Это очень серьезный человек в нашей истории. Он сыграл очень важную роль и гораздо более важную, чем Имам Шамиль. Поэтому, да, есть такой момент, в общем, видишь, есть гораздо более умнее и грамотнее и лучше меня люди на этом свете. Среди чеченцев, среди нашего народа тоже есть. Они говорят гораздо более грамотнее, чем я. Они владеют там несколькими языками. Они очень умные люди. Но вы о них не знаете. А вы мне знаете. Хоть я и гораздо хуже их по любым параметрам. Меня просто с ними никак невозможно сравнивать. Так уж получается, что кто-то становится популярнее, кого-то знают больше, кого-то меньше. Где-то это бывает даже незаслуженно. Но такова жизнь, дорогие друзья. Томсо, какова бывает твоя первая реакция или мысль, когда видишь кавказцев в майке Россия и с этой мутант-птицей? Не на соревнованиях, а атак, когда они каждый день носят. Он двухглавого этого орла ими. Какая бывает реакция? Не знаю. Сдержанная, наверное. В принципе, я привык видеть это. Иногда до абсурда эти вещи доходили, когда, например, в мечеть приходили люди в футболках с надписью «Заде ФСБ», например. Или в кепках, на которых было написано «ФСБ». Это не ФСБшники, это просто ребята молодые. Вот они такие футболки, например, одевали и эти кепки носили. Это я сейчас не говорю про сотрудников различных силовых структур российских в Чечне, которые в своих военных этих формах приходили. И у них тоже бывали, например, футболки с аббревиатурами их структур. Типа ОМОНа, СОБРа и так далее. Это, конечно, это абсурд. Это, с одной стороны, смешно, с другой, это печально. Но это настолько часто сейчас ты это видишь. Это настолько у нас распространено, что тебя это абсолютно не удивляет. Это неправильно, это, конечно, нужно осуждать. Но удивляться этому, конечно, уже не приходится. Столько не предел, иншалла. Иншалла. Оскар Борс, иншалла. Будем двигаться дальше. У чеченцев в истории был академик? Разве академик Кадыров не признан мировым научным сообществом? У чеченцев был один, по-моему, академик Хаджиев Соломбек. Он в Российской Академии Наук был. Значит, он академик, да, раз он в этой Академии Наук был. Короче, вот этот был человек. Он был, правда, у нас оппозиционером, пророссийским. Был против независимости, то есть антидудайцем он был. Поэтому в политическом плане это не лучшая личность, наверное, среди чеченцев. Но как академик, раз уж ты задал вопрос про академиков, то вот этот человек был в Российской Академии Наук еще при Советском Союзе. Не лучшая личность, академик. Ага, так Басаев расстреливал учителя. Я помню видео, потому что учил не шариату. Что за дикость, Тумсо? Образование научное должно быть на первом месте для народа. Это неправда, вау. Он не расстреливал учителя за то, что он учил не по шариату. Это неправда. А он расстрелял тогда главу администрации этого села. То есть это был российский чиновник. И он был расстрелян по обвинению в доносительстве на российским войскам. Это вообще не было связано никак с его учительской деятельностью. Другой вопрос, ты сейчас можешь сказать, правильно ли это было или нет. Там законы военного времени. Поэтому здесь я не буду как-то в эти детали вникать. Но дело там было не в том, что он учитель или что он учил там чему-то не тому. Там обвинение было более серьезное. Ассаляму алейкум. Привет из Казахстана. Вы как думаете, если Россия захочет вторгнуться в Казахстан, чеченцы тоже придут нас убивать? Алейкум ассалям. Российские чеченцы, да? Они нас убивают? Почему-то думают, что они вас не будут. Конечно придут. Еще как придут всякие полки Кадырова, всякие собры, спецбатальоны, батальоны или полк север, там батальоны юг, восток, запад и прочие предатели из числа нашего народа, да? Они придут. Томсом, у меня к тебе вопрос. Разве в исламе приветствуется издевательство над мертвым человеком? Я смотрел твое видео, и там кадыровцы издевались над бывшим президентом. Расскажи. Вот так это же в исламе не приветствуется? При чем здесь кадыровцы? Ты их ассоциируешь с исламом, что ли? Просто слушая все выступления Кадырова, что они защитники Корана и великие ученые, они противоречат тому, что говорят и делают. Знаю даже я, что даже враг достоин уважения. Извините, если тупой вопрос, но почему при письменности на чеченском вы пишете цифры между буквами? Потому что отсутствуют в клавиатуре на кириллице, отсутствуют у нас эти знаки, и мы заменяем это. Ну, это один знак, точнее, так говорим, знаки. Это один знак, это вот единица только. Ты так написал цифры, как будто мы там пишем разные цифры. Это только вот этот один знак, то есть одна буква, это звук, которого нет в русском языке. Он есть в чеченском, есть в арабском, но в русском языке его нет. Соответственно, и буквы такой тоже в русском языке нет. И вот мы, а у нас он пишется на чеченском языке просто как палочка, этот звук. В общем, мы эту палочку как бы заменяем вот этой цифрой единицей. Бывает, конечно, удобнее ее заменить маленькой буквой L английской, например. Ну, в смысле, более подходит она или вот этой палочкой на клавиатуре, но заморачиваться приходится. То есть, когда ты быстро что-то печатаешь, тебе там переключать клавиатуру, этот символ оттуда вытаскивать тяжелее. Поэтому ты просто ставишь единицу, что обозначает звук А. В арабском языке это звук Айн. Вот этот вот звук мы обозначаем единичкой. Ассаляму алейкум, бро. После того, как ты начал говорить про лезгинов, Чайхана с братьями из Азербайджана перестала смотреть тебя? Ха-ха-ха. Алейкум ассаляму алейкум, бро. Что-то, да, по-моему, Чайхана перестала. Перестала меня смотреть. Точнее, смотреть они, наверное, не перестали, но вот говорить об этом перестали. Кстати, по поводу уважения врага мы чуть попозже поговорим об этом. Но так, для немусульман это, наверное... Для немусульман мы, в принципе, все являемся мусульманами. Вы не знаете эти моменты между нами. Для вас что шииты, что суниты, что там... Для вас это все так чисто. Одни мусульмане. Но у нас внутри существуют очень серьезные разногласия, деления. Некоторые вообще не считают мусульманами. Сами мусульмане. Поэтому тут все не так просто, дорогие друзья. Безвизовый режим с исламскими странами для шариатского государства целесообразны? Не знаю, Кирилл Леон, а смотря с какими. Я бы не стал так обобщать под исламские страны всех в одну кучу. Для некоторых стран, наверное, называемых исламскими, то есть там, где проживает основное количество мусульман, это будет, наверное, целесообразно, как, например, с Турцией. Для некоторых стран это, наверное, будет не совсем целесообразно. В общем, это все-таки миграционная политика. Ее, в зависимости от интересов государства, граждан, ее должны вести политики. Это непростая такая работа. Что скажешь насчет бюджетников, которых, наверное, заставляют писать комментарии, поддержку Кадырова? Скидывают ссылки, чтобы поддержку комменты писали во всех учреждениях группы. Что я скажу? По возможности им нужно, конечно же, этого не делать. По возможности. Если у них есть такая возможность, то они должны этого не делать. Если у них нет такой возможности, то их, мы, конечно, понимаем. Люди, которые находятся под принуждением, там ничего с этим не поделаешь. И здесь некоторые скажут, пускай увольняются с работы. Да, друзья, там вопрос вообще не так стоит. Ты не можешь там сказать, я не хочу писать комментарии, я увольняюсь. Там все кончится очень плохо, если так сказать. Поэтому, зная их положение, я говорю, что если у них есть такая возможность, они должны по максимуму этого не делать. Но если этой возможности нет, там прям очень серьезно это все проверяется, то что поделаешь? Отнесемся к этому с пониманием. Люди находятся под принуждением. Субтитры создавал DimaTorzok